МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Константин Ильич, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. И также сегодня по видеосвязи к нам подключается научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. Александр Аганович, благодарю вас, что подключились, нашли время. И сегодня поговорим о преподавании истории. В последнее время вообще тема преподавания, тема образования, высшего образования поднимается на разных уровнях. Очень часто звучит именно тема о том, как нам преподавать историю России, как обучать школьников и студентов нашему прошлому, исторической памяти. И вот как раз сегодня хотели бы поговорить об этом с представителями рабочей группы, которая вырабатывает эту самую концепцию. Константин Ильич, вот вам, пожалуйста, слово, что ждет студентов в ближайшем будущем? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. При Министерстве науки и высшего образования создан экспертный совет. Экспертный совет по развитию высшего исторического образования. И возглавлял этот совет министр Валерий Николаевич Фольков и Александр Аганович Чубарьян, Елена Сергеевна Дружинина, заместитель министра и ваш покорный слуга, заместители председателя этого совета. И вот в рамках этого совета в первую очередь идет разговор о том, как нам усовершенствовать историческое образование в нашей стране, в наших университетах. И прежде всего мы должны ответить на вопрос простой. Нужно нам, чтобы люди, которые получают в России высшее образование, знали историю? Или нет? И вот на этот вопрос ответ был дан. В первую очередь Миноборнауки России. Нам нужно, чтобы выпускники университетов знали бы историю Отечества. А дальше системный подход к решению этого вопроса, он делится на три направления, на три трека. Первое – это, собственно, объем преподавания истории. Я подчеркну, что мы сейчас говорим о преподавании истории на неисторических специальностях. У нас, если мы возьмем всю численность студентов, которые учатся в российских вузах за 100%, то 0,4% – это те, кто учится истории. А 99,6% – это те, кто учится всему остальному. И вот об этих 99,6% мы сегодня и говорим. Я напомню, что в действующих образовательных стандартах историю и так должны изучать все. В этом смысле никаких новых решений не принимается. По-прежнему история остается в стандартах. Но уточняется объем, формат и содержание этой дисциплины. Первый объем. Сейчас в стандартах требований к объему нет. Минимальный объем, который может быть реализован в вузах, это две так называемых зачетных единицы. Зачетная единица – это 36 часов. То есть 72 часа – это, как правило, курс в течение одного семестра. Сейчас в том проекте, который был вынесен министерству на общественное обсуждение, четыре зачетных единицы. То есть 144 часа. Вот это первое – увеличение объема. Второе – это формат. Наша система высшего образования предполагает даже для очной формы обучения как контактную работу с преподавателем, так и самостоятельную работу студента. И каждый вуз, если не существует специальных федеральных норм, в праве определять, какую долю этой дисциплины отвести на контактную работу, а какую – на самостоятельную. В результате часто там, где историю воспринимают, а где она действительно является, может быть, непрофильным предметом, она такой первый кандидат на то, чтобы ее преподавать, изучать, формать самостоятельной работы. Что это значит на практике, в большинстве случаев, мы прекрасно понимаем. Я не хочу часто употреблять слово «профанацией», больше, наверное, не буду в течение сегодняшнего дня, но вот один раз все-таки скажу. Мы сталкиваемся в ряде вузов с профанацией преподавания истории, хотя в стандарте она всегда есть. Так вот, в этом документе, о котором мы говорим, для очной формы обучения 80% контактной работы, минимум 80%, для заочной формы 40%. Это второе. То есть на практике это во многих высших учебных заведениях приведет к увеличению даже не в два раза больше. Там, где большая часть была отдана на самостоятельную работу, реально будет занятий по истории больше. И вот такой подход, он, в принципе, создаст условия для того, чтобы люди историю знали, во всяком случае имели бы время для того, чтобы ее поизучать. И тогда возникает третий вопрос. О чем мы, собственно, хотим добиться? Каким минимумом исторических знаний должны обладать люди, которые получили в России университетское образование? И для решения, для ответа на этот вопрос идет подготовка стандарта, содержательного стандарта. Вот уже лет 9 прошло, после того, как рабочая группа Российского исторического общества под руководством его сопредседателя Александра Агановича Чубарьяна, присутствующего здесь, разработала историко-культурный стандарт для школы. Вот нечто подобное, некий минимум исторических фактов, событий, явлений, подходов к их интерпретации, нам нужен и для высшего образования. Сейчас на базе Института российской истории, Российской академии наук, этот стандарт, эта концепция готовится, к концу лету будет готово, дальше общественное и профессиональное обсуждение. Вот в этом новизна того, что сейчас делается, при том, что историю и раньше должны были учить, мы уточняем требования к объему, формату и содержанию, делая это для того, чтобы люди, выходя из университета, лучше бы знали историю родной страны. Константин Ильич, спасибо большое. Хотел бы подключить к разговору Александра Агановича. Вот Константин Ильич уже сказал об некоем минимуме, который должны знать студенты по итогам выпуска из университета. И вот, Александр Аганович, как соблюсти этот баланс между тем, чтобы вложить в головы студентов вот этот вот минимум, научить их каким-то базовым знаниям, но при этом заинтересовать историей родной стороны. Да, коллеги, вопрос, который сейчас обсуждается, имеет очень важное общественное значение звучания, поскольку интерес к истории очень большой. Но я, конечно, поддерживаю все, что здесь сказал Константин Ильич. Он очень емко и полно рассветил основные направления деятельности. Я хотел бы сказать несколько слов о следующем. Первое, конечно, мы должны различать вузы, в которых преподается история. Вот то, что говорил Константин Ильич, это прежде всего относится к непрофильным вузам, там, где история не является основной специальностью. Это гуманитарные вузы, гуманитарные факультеты. И это совсем не гуманитарные, а технические и естественно-научные предметы. Вот то, что сейчас сказал Константин Ильич, это очень правильно касается этих второго и третьего уровня. Но я бы сказал и о первом. Понимаете, мы должны следить и за повышением качества преподавания истории в профильных вузах. Вот мы каждые два года проводили, да и на каждый год, встречу с заведующими кафедрами деканов исторических факультетов вузов России. У них есть дефицит осведомленности о некоторых проблемах теории, методологии истории. Они все очень просили расширить и курсы повышения квалификации. Они обращали внимание на некоторые новые сюжеты, которые возникли. Поэтому я думаю, что мы в нашей работе должны предусмотреть и работу с историческими факультетами, приготовить для них некоторые возможные дополнительные пособия. В частности, повторяю, касающиеся современных подходов к теории и методологии исторического знания. Это один вопрос. Второе, это касается, уже вот о чем сказали, непрофильных вузах. Я думаю, что здесь нужно составить вот этот перечень, это ядро, в основном, конечно, истории России. Но мы сейчас готовим на базе рабочей группы нашего этого совета предложение по мировой истории. Естественно, что это не должно быть занимать большое место в общем курсе. Но какие-то некоторые основные сведения по мировой истории должны, мне кажется, войти в тот перечень проблем, которые мы рекомендуем для преподавания. Ну, например, создание колониальных империй, складывание колониальных империй. Как они возникали и как они развивались, и как в итоге была борьба против колониализма. Один вопрос. Второй вопрос. Весь комплекс проблем, связанных с отношением к России в мире, эволюции представления России, которые были в течение многих веков, это тоже должно быть в кратком виде представлено для наших слушателей и студентов. Например, третий вопрос. Мы в курсе российской истории очень много уделяем внимания Великой Отечественной войне, и это правильно. Но я думаю, что в общем курсе неплохо показать Вторую мировой войну в целом, имея в виду общий вклад России в победу и во Второй мировой войне. Есть еще целый ряд других проблем, и мы сейчас над этим работаем. Я хотел бы так же сказать, что есть еще одна проблема, о чем Константин Ильич прекрасно знает. К сожалению, такая тенденция в ряде университетов вообще свертывается историческое образование. Это надо прямо сказать. Очень много пошло за последние несколько лет слияний исторических факультетов с другими факультетами. Причем очень часто происходило слияние и убирали вообще названия исторических факультетов. Скажем, слияние было политологии и исторических факультетов и называлось политологическим факультетом. То же самое и международные отношения. Я не буду называть эти университеты, но они есть. Я недавно получил целый большой комплекс материалов, касающимся Омского университета, где такая тенденция, такой план слияния существует именно за счет явного снижения и уменьшения преподавания истории. Я думаю, что наш совет должен заняться и этим сюжетом, и этой проблемой. Вот кратко, что я хотел сказать. Пока. Александр Роганович, спасибо. Надеюсь, такая тенденция изменится в очень скором времени, особенно при помощи работы рабочей группы. И вот как раз по этому процессу хотел бы к Константину Ильичу обратиться. Как происходит вообще процесс разработки этой концепции? С кем сотрудничаете? С какими университетами? Возможно, вы говорили об общественном и профессиональном обсуждении. В частности, может быть, с Министерством образования, высшего образования и науки тоже ведете какую-то работу. Ну, конечно, я бы, собственно, начал с ваших заключительных слов. Конечно, этот процесс, он запущен Министерством науки и высшего образования. И именно роль Министерства науки и высшего образования здесь ключевая. Министерство приняло решение о том, что нужно совершенствовать исторические знания наших студентов. И опирается в этом на профессионалов, на академические институты, на крупные вузы, на общественные организации, такие как Российское историческое общество. И когда была поставлена перед нами Министерством задачи сформировать рабочую группу для выработки основных подходов к решению этих проблем, то мы обратились первым делом к отделениям Российского исторического общества в регионах нашей страны. А отделения РИО, они или действуют на базе университетов, или университеты входят в состав этих отделений в лице преподавателей, деканов исторических факультетов. И мы всем задали вопрос о делении Российского исторического общества по стране, сегодня 56. И мы им задали вопрос, кто хотел бы работать в той или иной рабочей группе экспертного совета, их 4. И получили кандидатуру. И вот все, о чем мы сегодня говорим, и все, что мы делаем, происходит в тесном контакте и в соответствии с потребностями, которые видят люди, работающие, что называется, на земле. Нам нужно избежать, и я уверен, мы сможем это сделать, принятия решений, которые, что называется, принимаются в Москве без учета местных особенностей. Здесь работа выстроена обратным образом. Мы движемся, основываясь на понимании того, что реально происходит на местах, что реально происходит в университетах. Именно поэтому я употребил то слово, которое обещал больше сегодня не произносить. То, что касается того, о чем Александр Владимирович сказал, о необходимости знать основы мировой истории, то здесь у нас существует единство мнений. И у членов рабочей группы всем ясно, что представление об истории России будет неполным, если оторвать ее от ключевых исторических событий мировой истории, от мирового контекста. Поэтому на это все и нацелены. Благодарю вас. И в продолжение этой темы, Александр Роганович, к вам хотел бы обратиться. Вписать историю России в мировой контекст, это безусловно важно, но каков будет этот мировой контекст? Будет ли это привычная уже нам за многие годы европоцентристская модель? Или все-таки история других регионов мира, Латинской Америки, Азии, Африки, также будут учитываться и раскрываться по мере возможности? Я вам должен сказать, что у нас тут есть один опыт преподавания истории не высшей, а в средней школе. Мы сейчас представили в средней школе курс всеобщей истории или мировой истории, он идет параллельно с курсом отечественной истории. Мы единственная страна в мире, это я могу сказать без всякого преувеличения, где всеобщая история даже начинается раньше преподаваться, чем своя собственная национальная, с пятого класса. И мы сейчас приготовили новый вариант концепции преподавания всеобщей истории, в котором как раз мы стремились преодолеть вот этот европоцентризм. То есть остается, конечно, изучение европейского континента, но сильно расширено знание учащихся, школьников будет по истории Азии, Африки, Латинской Америки. Та же тенденция, мне кажется, должна быть и для высшего образования. Там, конечно, нельзя уделять внимание, особенно не для профильных вузов, большим каким-то разделам, касающимся общей истории. Но основные какие-то ключевые моменты, мне кажется, очень важны. Вот вы упомянули здесь Константин Ильичского о Латинской Америке. Конечно, там должно быть именно все, как происходила колонизация американского континента со стороны колониальных держав. Это должно быть упомянуто в общем курсе истории. Или речь идет о ключевых событиях, предположим, 19 века. Здесь роль России после его роль в борьбе с наполеоновским господством и организации мира и Европы после Наполеона очень велика была. Значит, курсы мировой истории, элементы мировой истории здесь должны быть и представлены. Тот же Венский конгресс и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь не представить большого труда сделать это. Я хотел бы еще добавить одну вещь, что у нас традиционно было каждый год мы собирали завкафедрами деканов исторических факультетов. Помимо того, о чем сказал Константин Ильич, что очень важно это отделение исторического общества по всей стране, мне кажется, очень важна и другая обратная связь. Надо привлечь руководителей, деканов, завкафедрами вузов России к обсуждению вот этих новых проектов. И я думаю, что можно было предусмотреть в конце этого года, я это предлагаю сделать, предлагал провести совещание новое завкафедрами деканов исторических факультетов вузов, где это профильная дисциплина, для того, чтобы с ними обсудить содержательную сторону дела. — Благодарю вас, Александр Аганович. Да, о преподавании истории, о непосредственном процессе обучения пришел к нам вопрос по поводу контактной работы, о которой вы уже несколько слов сказали, увеличение аудиторной нагрузки на студентов. Почему это так принципиально важно и почему студенты, ну, казалось бы, уже взрослые, совершеннолетние люди, не могут вот именно самостоятельно подготовиться, а им необходимо общение с преподавателем? — Потому что так человек устроен, потому что всегда знаний будет больше, они будут прочнее, если это будет контактная работа, тем более если преподаватель увлечен своим делом, хорошо знает предмет. И, честно говоря, вот это добавление, что ли, обязательности, оно тоже играет свою роль. Потому что если, опять же, будем исходить из того, что происходит реально на земле, что происходит в вузах, если у студента по непрофильной специальности предусмотрен зачет, то и занятий реально мало. Студент, понимаете, студент сейчас даже не знает, что у него в учебном плане прописано еще, условно говоря, 50 часов на самостоятельную работу. Не знает, а преподаватель должен спланировать курс, исходя из часов именно контактной нагрузки. И что получается на практике, не буду сейчас называть конкретный вуз, чтобы, может быть, коллег не подводить, но провели такое исследование и решили посмотреть, а сколько на практике времени посвящено истории Великой Отечественной войны при изучении истории в вузе на непрофильном факультете. Просто потому, что история Великой Отечественной войны – это, наверное, один из ключевых, важнейших этапов отечественной истории. И вот посмотрели, вот эти две зачетных единицы, 72 часа, из них условно две трети отданы на так называемую самостоятельную работу, а остальное все распределено. И вот на Великую Отечественную войну получилось 15 минут. Понимаете, вот тогда и начинать не нужно было. Тогда и начинать не нужно было. И нужно было или просто это все взять и отменить, потому что не получается, нам некогда, у нас много других дел более важных. Или сделать по-человечески. И вот принято решение делать по-человечески. Спасибо. Александр Оганович, вот тоже по поводу статуса. Статуса истории и самих преподавателей на неисторических факультетах. Возможно, в результате работы совета и рабочей группы этот статус может как-то повыситься. Соответственно, нужна ли для этого какая-то переквалификация преподавателей? Может быть, они сами к вам, коллеги и историки, обращаются с просьбами и предложениями по вот такого рода повышению квалификации? Ну, вы подняли важный вопрос очень. Конечно, вот то, что сказал Константин Ильич, для непрофильного вуза. Представляете, вот технический вуз. Готовит инженеров, готовит физиков, биологов, медицинский вуз. Там эта история занимает абсолютно сегодня, занимает второстепенное и даже третье степенное место. Константин Ильич употребил тут одно слово, которое является профанацией. Я тоже давно говорил об этом. Получается, чисто формально. Там один семестр отчитывают этот курс по истории. Он мало чем отличается от того, что не слышали в школе. Поэтому я думаю, что подготовка учебного пособия для непрофильных вузов очень важна. Я думаю, здесь не должно быть такого курса, который всю историю нашей страны или мировые события осветил бы. Это невозможно, это не нужно. В этом состоит трудность подготовки программы учебного пособия. Должны быть ключевые, важнейшие события и этапы именно истории нашей страны. Потому что просто рассказать все от Киевской Руси до 21 века, это и невозможно, да и не нужно. Поэтому здесь это очень важно. И вот в этой работе, конечно, очень важна система переподготовки и повышения квалификации тех преподавателей, которые ведут эту работу, особенно в непрофильных вузах. Профильные вузы, которые историей занимаются, там все, собственно, весь факультет состоит из, как правило, хороших крупных специалистов. А вот предусмотреть целую систему и программу, я думаю, это задача нашего Совета. Для того, чтобы министерство предусмотрело выделение специальных средств для такой систематического повышения квалификации. Это может быть осуществлено в центре, в Москве, в Петербурге, но это, может быть, и в регионах могло быть сделано. Скажем, я знаю хорошо вузы по Волжье все, можно было там сделать, в Нижнем Новгороде или в Казани, или еще где-либо. Поэтому я думаю, что это существенный элемент и важная часть той работы в области исторического образования, которая сейчас начинается. — Благодарю вас. Константин Ильич, по поводу повышения квалификации, хотели бы высказаться, возможно, какие-нибудь инициативы от российского исторического общества также? — Вы знаете, то, что говорит Александр Аганович, который является одним из руководителей российского исторического общества, его сопредседателем, — это, собственно, является программой российского исторического общества в этом плане. И накоплен огромный опыт, в том числе и по линии Ассоциации учителей истории и общества знания, которую Александр Аганович возглавляет. И регулярно проходит съезды учителей истории, и распространить вот этот опыт, вот эти подходы и на преподавателей истории в вузах, мне кажется, было очень правильно. Вообще, мы видим возможные сложности, с которыми столкнутся университеты, региональные в первую очередь, при реализации тех решений, о которых мы сейчас говорим. Частично об этом начал говорить Александр Аганович. Вот это съеживание исторических факультетов, исторических кафедр, вот эта ситуация в Омске, она действительно вызывает такое беспокойство. Вроде бы, кажется, этот процесс, он прошел уже и пошел где-то обратный процесс, где-то создаются исторические факультеты, кафедры новые. А тут сливают исторический факультет с факультетом теологии, философии. Зачем это нужно? Как это будет способствовать повышению качества образования? Как это скажется в лучшую сторону на эффективности вуза? Я не знаю, это, на мой взгляд, такое ошибочное решение, придется коллегам его, возможно, потом пересматривать. Но вопрос в чем? Кто будет, собственно, обеспечивать изучение истории в вузах после принятия решения об увеличении вот этого объема? Ведь штатная численность много где оптимизирована, в плохом смысле этого слова. И я должен сказать, что Миноборнауки России об этой проблеме знает, и министр говорил об этом, Валерий Николаевич Фольков, на встрече с молодыми историками. В определенном смысле мы знаем, что министерство делает ставку на молодых специалистов, которые придут на кафедры. Мы понимаем, что здесь вот есть возможные такие оптимизационные схемы, о которых надо будет стараться избегать. Например, увеличение по точности. Можно взять и собрать в актовом зале 500 человек и читать им лекцию. Но это не очень, наверное, все-таки здорово. Должны быть какие-то пределы по численности аудитории установлены. По семинарским занятиям то же самое. Сейчас у нас формально ограничения численности студентов на семинарских занятиях нет. И собирать большой зал, большую аудиторию. Все-таки на семинарских занятиях студенты непосредственно должны работать с преподавателем, решать те или иные задачи, навыки свои оттачивать. Поэтому вот эти нюансы есть, мы их видим. Коллеги из регионов постоянно подсказывают. И вместе с Миноборнаукой Россией стараемся сделать так, чтобы этих подводок ко мне избежать. Константин Ильич, спасибо. Коллеги журналисты, скажите, есть ли вопросы с зала? Прошу микрофон на первый ряд передать, справа от меня. Представьтесь, пожалуйста, и назовите из-за них. Добрый день, Константин Ильич Лосицкий, Владимир Петрович. Обращаюсь со словами благодарности за тот конструктивный диалог, который мы имеем с вашей организацией. Вопрос. Не секрет, что основная из проблем – это идеологическая составляющая педагогов, которые преподают. Эта тема, кстати, немножко обсуждалась. Было единое образовательное пространство, учебники и программы 27 июня в этом зале. И с Михайловым мы эту тему частично затронули. К сожалению, она не нашла дальнейшего отражения. Не считаете ли вы возможным проведение неких консультаций по данному вопросу? Нам кажется, это очень важно, как готовятся педагоги и их идеологическое наполнение. Второй вопрос. Это уже, Александр Наганович, это к вам. Вы много говорили о истории, но мы совершенно… Да, я представлюсь, научно-технический журнал «Полет», издательство «Новые технологии» и все, что связано с наукой и техникой. Планируется ли изучение истории науки и техники? Потому что нам кажется, это история успеха, успеха нашей страны. К сожалению, в отдельных вузах эта тема совершенно не освещается. Даже в МВТУ, в Московском институте, это достаточно проходит такая боковая тема. Нам кажется, это важно. И последний вопрос. В рамках второго… Коллега, если позволите, я сначала дам нашим спикерам высказаться и обязательно потом дам вам слово. И последний, да. Все. Константин Ильич, давайте с вас начнем. Да, спасибо большое. Если Александр Наганович не будет против, коротко оба вопроса затрону сначала. Но хотел бы сказать, в первую очередь, Владимир Петрович, поблагодарил вас за вопрос, сказать, что вы известный в России человек, и многие знают вас как большого специалиста и составителя многотомного труда по истории ракетной отрасли. И спасибо вам большое за вашу работу исследовательскую и просветительскую. Что касается подготовки преподавателей, то нам нужны в первую очередь профессиональные преподаватели, люди, которые знают свой предмет, люди, которые знают историю, люди, настроенные патриотически, и в том числе в силу знания истории, понимающие ценность той возможности, которую сегодня имеет Россия, развиваться независимо, развиваться суверенно и понимать ответственность за то наследие, которое нам оставили предки. Это, мне кажется, очень важно. То, что касается истории науки и техники, министр Валерий Николаевич Фольков ориентировал членов экспертного совета на то, чтобы постараться в этом курсе истории России как-то в него интегрировать историю отрасли. То есть, если человек учится в медицинском вузе, то это история медицины. Если человек учится в техническом вузе, то это, соответственно, история кораблестроения, авиастроения и так далее. Потому что, собственно, знание истории позволяет не изобретать велосипед. Другое дело, наверное, мы не должны слишком централизовать все это дело. Потому что в некоторых вузах курсы устоявшегося, курсы большие, это касается, ну, я знаю, например, истории медицины в некоторых медицинских вузах. Это большой самостоятельный предмет, который невозможно, не сократив значительно, интегрировать в этот общий курс истории. Поэтому нам все равно нужно какие-то вещи оставлять на усмотрение вузов. У нас и законодательством предусмотрены достаточно большие права вузов в этом смысле. Нам надо постараться отраслевую историю сохранить там, где она есть, а там, где ее нет, постараться вот хотя бы понемногу аккуратно интегрировать ее в общий курс истории России. И то же самое касается, кстати говоря, региональной истории. Если человек учится в региональном вузе, то было бы, наверное, правильно, если бы он получал представление и об истории региона, в котором он живет или постоянно, или временно на период обучения. Спасибо. Александр Оганович, готовы ли прокомментировать вопрос по истории техники и технологии? Да, я хотел бы сказать, я поддерживаю все, что сказал Константин Ильич относительно профессионализма и патриотического, естественно, наполнения этого курса. Я очень поддерживаю то, что задал вопрос наш коллега, но я должен сказать, это более широкий вопрос. Это касается и вузов, и касается и средней школы, с которой я активно связан. У нас явно недостаточно в курсах истории преподавания двух специальностей, двух направлений исторических. Это история культуры и история науки и техники. Сведения об этом в нынешних учебниках очень отрывочны и часто сводятся просто к перечислению и набору имен. Я думаю, что это отдельная проблема, которую надо обсудить с тем, чтобы расширить для всех учебных заведений и для школы, мы сейчас расширили это в курсе отечественной истории, но и для высшей школы, для технических, для училищ, для колледжей рассказ об истории культуры и науки и техники. Особенно это касается истории культуры, русской культуры, ее влияния на мир, когда сейчас мы наблюдаем попытки как раз принизить значение нашей культуры и так далее. Я думаю, что это важная задача. Спасибо. — Благодарю вас, Александр Оганович. Пришел один, мне кажется, очень важный вопрос относительно республик Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик. И вот с вашего позволения зачитаю этот момент. Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что на Донбасс уже отправлены учебники и необходимая литература по истории России в том числе. И скажите, каковы были критерии отбора, наверное, к вам, Константин Ильич, тоже вопрос, критерии отбора этих учебников, научная экспертиза и прочие детали, просит коллега-журналист вас осветить. — Спасибо большое. Я должен сказать, что одна из задач рабочей группы, которая создана при Экспертном совете по развитию исторического образования, как раз состоит в экспертизе учебников, тех учебников истории, которые сегодня используются в вузах. Их очень много. Каждый преподаватель вправе использовать те учебники, какие он хочет, какие считает нужным. Если брать все вместе, учебники, учебные пособия, те, которые отражены в рабочих программах, то их несколько тысяч. Ну, понятно, что самых популярных немного, максимум нескольких десятков. И вот была определена работа, экспертиза тех учебников, которые используются в вузах. Тридцать самых популярных учебников. Из них три рекомендации для дальнейшего использования не получили. Один был отправлен на дополнительную экспертизу, а 26 было рекомендовано к дальнейшему использованию. Ну, естественно, это решение носило такой рекомендательный характер. И поэтому, когда Сергей Евгеньевич Нарышкин принял решение, можно сказать, в первый же день работы логистического центра «Наше слово», которое Миноборнауки создало на базе Донского государственного технического университета в целях обеспечения учебной литературой вузов Донбасса, вот в первый же день по решению Сергея Евгеньевича Нарышкина мы обратились к членам Российского исторического общества, к издательствам, которые входят в РИО, с просьбой предоставить необходимое количество учебников истории, вот тех самых, которые прошли уже экспертизу, качество которых гарантировано авторитетом профессиональных историков, профессиональных экспертов. И несколько сот учебников было направлено на Донбасс. Мы исходили из того, что во всех университетских библиотеках должно появиться хотя бы несколько экземпляров основных учебников о истории России. Это наш, в первую очередь, гражданский долг сегодня способствует скорейшей интеграции образовательной системы Донецкой и Луганской народных республик в образовательную систему России. Это воля людей, которые там живут, это просьба руководителей университетов, преподавателей. Мы вместе с Миноборнауки России и вместе с Российской академией образования в Ростове на базе Южного федерального университета провели курсы на повышение квалификации для преподавателей истории из вузов Донецкой и Луганской народных республик. И нескольких десятков человек приняли в них участие, приехали в Ростов, потом была часть дистанционной работы. И теперь у них появились и новые знания, и новые контакты, и современная учебная литература. Благодарю вас. Еще один вопрос из зала. Еще раз. В рамках работы второго межрецентной комиссии нами был поднят вопрос о профессиональных музеях, которые находятся при вузах и промышленных предприятиях. Там вообще очень сложная ситуация. Непонятно, кому принадлежат фонды. Как это будет обеспечиваться, сохранность этих на наш год очень важных исторических материалов, документов, технических средств. И, собственно говоря, хотелось бы спросить, что-нибудь проводится в рамках протокола, который был составлен по итогам второй межрецентной комиссии в этом направлении? Спасибо. Да, и еще. Вы сказали книги. Мы могли бы, как представители научно-технической общественности, авиационной и космической, тоже собрать свою библиотеку вместе с Роскосмосом, СУАКом, УДК, и через нас, через вас, осуществить такую акцию для людей Луганской и Донецкой. Спасибо. Да, спасибо большое. Это очень важно. Будем очень признательны и обеспечим доставку этой библиотеки адресатам. Вопрос по музеям очень важный. У нас практически в каждом ВУЗе есть музей. Часто это музеи хорошие. Но, к сожалению, в нынешнем законодательстве они никак не предусмотрены. И для ВУЗа это, что называется, непрофильный актив. Ни один ректор, уверяю вас, не хочет в музею плохого. Но для того, чтобы его развивать, для того, чтобы хотя бы его поддерживать в этом состоянии, в котором он находится сейчас, ему необходимо нести какие-то расходы, и он не может нести эти расходы за счет государственного задания, за счет бюджетных средств. Это или внебюджетная история, или где-то приходится даже идти на какие-то такие хитрости, открывать на базе музея лабораторию и финансировать уже лабораторию. Ситуация эта не очень нормальная. Это же, кстати говоря, касается и таких музеев больших, которые тоже находятся в видении Миноборнауки России, как, например, Кунсткамера, которую мы все знаем как музей, но она является научным институтом. Это же касается, допустим, архива Академии наук. Валерий Николаевич Фольков об этой проблеме знает. Мы и по итогам заседания Межведомственной комиссии, и по итогам других обсуждений, в том числе и с Единой Россией, приняли решение, что нужно двигаться к внесению соответствующих изменений в законодательство. Для начала, может быть, внесение в законодательство понятие музей образовательной организации. И финансирование на это нужно совсем небольшое. Здесь даже вопрос не в деньгах, здесь вопрос в праве их потратить. И, конечно, музей ВУЗа, если мы говорим об историческом просвещении, если мы говорим о патриотическом воспитании, если мы говорим о сохранении памяти, это важнейший инструмент. Нам сейчас очень важно обеспечить условия для сохранения и развития для начала ВУЗских музеев. А потом подумаем вместе с Минпромторгом, подумаем о том, что действительно сделать, как поддержать музеи промышленных предприятий. Там ситуация получше. — Благодарю вас. Александр Роганович, наверное, к вам хотел бы обратиться со следующим вопросом, который приходил к нам на сайт заранее. Я зачитаю, с вашего позволения. Президент Российской Федерации нередко прибегает к исторической аргументации, чтобы объяснить позицию России по Украине. Скажите, планируется ли в рамках концепции, в рамках преподавания истории в ВУЗах как-то осветить этот вопрос и объяснить студентам или, по крайней мере, привести к пониманию этой проблемы? — Ну, это важный вопрос. Я должен сказать, что мы уже... Президент действительно обращал внимание на эти сюжеты, имея в виду и высшую школу, и очень важную среднюю школу. И мы уже внесли в ядро этот, стандарт для средней школы, рассказ об истории, раздел в истории Украины, имея в виду, что он часто совершенно искаженно рисуется во многих странах, прежде всего, в самой Украине. Поэтому эта работа находится в поле нашего зрения. Я думаю, что то же самое надо будет иметь в виду и для учебников, которые готовятся для высшей школы. Константин Ильич упомянул о нашей работе по повышению квалификации для преподавателей вузов Донецка и Луганских народных республик. Они обращались в просьбы, действительно. И сейчас готовятся материалы для них специально, касающиеся истории Украины, истории российско-украинских связей и так далее. Этот материал специально готовится для них. Спасибо. Благодарю вас. Еще один вопрос из зала. Насколько я понимаю, вот на третий ряд, пожалуйста, микрофон. Представьтесь и назовите издание. Историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста» Иван Анфертьев. Вопрос Александру Агановичу и Константину Ильичу. Я так понимаю, что сегодня стартовало общественное обсуждение данной концепции. Если да, то будет ли продолжение этого обсуждения? В какие сроки и кто выступит экспертами до утверждения данной концепции? Спасибо. Не совсем так. Одно общественное обсуждение уже завершается, а другое еще не началось. Вот завершается общественное обсуждение проекта нормативного акта. Это стандартная процедура, предусмотренная в законодательстве. И вот речь об этом приказе Миноборнауки, где устанавливается во всех стандартах образовательных 4 зачетных единицы, 80 и 40 процентов контактной работы. Вот это одна история. Сейчас она уже на стадии завершения. А где-то в начале осени, когда будет завершена на базе Института российской истории разработка содержательной концепции, содержательного стандарта курса отечественной истории, тогда уже и будет организовано широкое профессиональное и общественное обсуждение, в котором чем больше людей, организаций, площадок примут участие, тем будет лучше. Потому что как в свое время историко-культурный стандарт школьного исторического образования стал не только таким итогом профессиональной работы, отражением современного научного взгляда историков на историю России, сколько общественным договором. Вот он стал своего рода общественным договором. И здесь нам тоже нужно подумать о том, чтобы этот стандарт отражал бы своего рода полученный путем общественного консенсуса взгляд на российскую историю. Спасибо. Александр Оганович, хотели бы прокомментировать? Да, включен. Я хотел бы сказать, что я поддерживаю то, что сказал Константин Ильич. Но кроме того, что касается отечественной истории, наша рабочая группа при Совете, который касается мировой истории, мы намереваемся к сентябрю месяцу сформулировать и сформировать перечень событий мировой истории, которые могли бы войти тоже вот в этот предполагаемый перечень и предполагаю концепцию преподавания истории в высших учебных заведениях. И тоже, я имею в виду, обсудить ее довольно широко на общественности, в частности заведующей кафедрами всеобщей истории, которая существует во многих университетах. Спасибо. Благодарю вас. Коллеги, к сожалению, времени не так много остается. Хотелось бы последний, как мне кажется, очень важный вопрос задать. Константин Ильич, вы говорили уже об истории Великой Отечественной войны. Ну, 15 минут на такое ключевое событие в российской истории. Это совсем, конечно, мне кажется, неправильно. И пришел вопрос как раз по преподаванию истории Великой Отечественной войны. Сколько времени необходимо для того, чтобы раскрыть ее для минимума знаний каких-то студентов? И как вообще стоит преподавать это событие, этот период? Должен ли он нести какой-то воспитательный в том числе характер? Прошу вас, Константин Ильич, Александр Оганович, надеюсь, тоже прокомментирует. Я не хотел бы сейчас, предваряя и профессиональное, и общественное обсуждение, какой-то конкретный объем часов, может быть, называть, или еще какие-то конкретные вещи в этой связи. Мы сейчас находимся на этапе определения целей и задач. И самое главное, что нам сейчас нужно решить, о чем договориться, это для чего все это делается, для чего знать историю страны в контексте мировой истории, конечно, для чего знать, в частности, историю Великой Отечественной войны. Понятно, что мы не сделаем, и задача так не может ставиться, не сделаем из человека, который решил стать инженером, профессионального историка. Это не нужно, конечно, но образованный человек должен знать историю. Почему? Потому что таким образом он начинает не только сердцем, но и умом понимать сопричастность к истории своей страны, понимать свою личную ответственность за то, чтобы ее сохранять и развивать. Если мы говорим об истории Великой Отечественной войны, то, конечно, это пик, если хотите, эмоциональной сопричастности. Когда человек понимает, знает, какие нечеловеческие трудности пришлось преодолеть нашим совсем недалеким предкам, можно сказать, близким родственникам, для того, чтобы сохранить страну и спасти весь мир от нацизма, конечно, когда у него есть соответствующие знания и соответствующие чувства, он немножко по-другому начинает относиться к окружающему миру. Эмоциональная сопричастность очень важна, не менее важна, чем глубокие знания. И что еще важно? Вы сказали о том, что наш президент обращается к историческим сюжетам в связи с происходящими сегодня масштабными историческими событиями. Изучение истории, понимание логики исторического процесса, оно намного расширяет горизонты, горизонты мышления, горизонты понимания того, что происходит вокруг нас. Мы же не назад смотрим, мы вперед смотрим. Мы хотим хорошего, устойчивого, мирного будущего для себя, своего народа, для своих детей. Но мы не можем планировать это будущее, не понимая, откуда мы идем и какими тенденциями, какими историческими процессами определяется настоящее и формируется, собственно, историческое будущее. Вот этот подход к истории, который предполагает восприятие истории не просто как сборника поучительных примеров, хотя и это важно, не только как сборника рассказов о подвигах и героизме наших предков, хотя и это важно, а если мы воспринимаем историю как совокупность процессов и тенденций, которые сформировали настоящее и формируют историческое будущее, и которые мы, если имеем вот это чувство истории и исторические знания, можем в настоящем ради будущего корректировать так или иначе, вот для этого по большому счету и нужно историческое образование всем образованным людям. Спасибо вам, Константин Ильич, за такие, мне кажется, очень важные слова. Александр Роганович, вот тоже к вам хотел бы обратиться, прошу вас. Ну, я хотел бы поддержать то, что было сказано здесь Константином Ильичом. В сущности речь идет о воспитательном значении преподавания истории, и это является одним из побудительных моментов для усиления внимания к преподаванию истории, особенно для молодежи, которая, естественно, имеет свои взгляды, часто навеянные другими источниками информации. Что касается истории Великой Отечественной войны, я думаю, что нам надо сконцентрировать внимание на этом сюжете и преодолеть некоторую односторонность, которая у нас всегда была. Понимаете, я бы выделил два момента. Первое. Сейчас в учебниках очень много уделялось сюда внимания военным операциям. И это очень правильно. Роль армии в разгроме фашизма, спасении страны – это очень важно. Но сейчас, я думаю, все больше внимания и в мировой историографии уделяются проблемы темы Великой Отечественной войны и общества. Вот рассказать, как жило общество в то время, рассказать, как были отодвинуты в сторону все второстепенные или даже не второстепенные вопросы ради единства нации, единства народа в нашей стране – это очень важный сюжет. И это главная тема, которую мы продвигаем. Вот я возглавляю ассоциацию директоров институтов истории стран СНГ, бывших республик Советского Союза, и именно на примере Великой Отечественной войны мы стараемся достигнуть консенсуса в показе единства страны и народа в годы войны. И второй момент. Очень важно усилить показ, от какой напасти спасли мир наша страна и другие страны, когда шла речь о разгроме фашизма. Общечеловеческая, общененавистническая, античеловеческая сущность нацизма, она должна быть постоянно в поле нашего зрения, особенно в свете попыток какого-то оправдания того, что происходило в те трудные и страшные годы. Я думаю, что показ той опасности, которая существовала для человечества в целом, это сегодня одна из тоже важных задач преподавания курса по истории Великой Отечественной войны. Спасибо. Спасибо, Александр Оганович. Константин Ильич, прошу вас. Да, вы знаете, я хотел бы в завершении уже нашего разговора поблагодарить, конечно, Россию сегодня за организацию этой пресс-конференции, очень важной, мне кажется, актуальной. Интересные прозвучали вопросы. Я бы хотел еще на одном сюжете коротко заострить внимание, потому что я знаю, что он интересует средств массовой информации наших граждан. Вот это увеличение объема преподавания истории, о котором мы говорим, особенно на неисторических специальностях. Вот не повредит ли оно, собственно, профильному обучению? Не станет ли мостостроитель хуже строить мосты, или хирург хуже лечить, если чуть больше времени потратится на изучение истории? Вот я в этой связи, не знаю, что вопрос волнует многих, хотел бы обратить внимание на цифры. Вот у нас по образовательным стандартам количество зачетных единиц для бакалавриата, общее 240 зачетных единиц, для специалитета 300, то есть 60 зачетных единиц в год. Речь идет сейчас у нас, напомню, об увеличении объема преподавания истории на 2 зачетных единицы. Вот посмотрите, 2 и 240, меньше 1%. Я не думаю, что это повредит профессиональной подготовке. Думаю, что наоборот, человек с более широким кругозором, историческими знаниями, и как профессионал реализуется лучше. Константин Ильич, спасибо. И в самом деле ни один вопрос приходил к нам на сайт именно с этой проблемой. Благодарю вас, что еще отдельно его осветили. Коллеги, ну что ж, мне остается поблагодарить наших уважаемых участников за такие интересные и полные выступления, коллег-журналистов за проявленный интерес, и до встречи на площадке медиагруппы «Россия сегодня». Всем спасибо. Какая-то вдох там продолжает.